я не вообще не умею писать поехали врач это это ты врач ты на меня обижался еще я хотел зайти типа сказать что ты не обижался на меня кому доктору который помог тебе а вы не хотите мне работу предложить не разрешают с каких это пор не разрешают не надо придумывать кто не разрешает вы меня там счет хотите вот как меня видимо знают в этих в кругах ёпта у нормисов это тот стример спасибо большое буду знать этот стример ну выписываете чушь поделать не побегу же я отсчет а то потом еще лечить не будешь 10 долларов я себе но я смогу оплатить потом конечно как будут деньги так оплатить спасибо доктор не знаете кто сейчас работа может я говорю тебе вот знаешь таких инспектора сос инспектор и сос они у инспектируют все аптеки можешь самого главного найти вагнер его фамилия и сказать что ты хочешь стать аптекарем если он разрешит тебя взять на работу то я возьму это куда надо пойти например вот в этом здании правительство а могут они и все-небудь хрен их найден инспектор сос я пойду искать его вы не не инспектор сос но вновь снег хорошо спасибо за информацию твою мать господа вы не сос случайно нет а вы не сос случайно нет и работу у вас нет нет штефан да я тут сос еще не могу это там бойцовским клубе и кулачные бои начинают на туре пойдем всем привет я очень хороший работник еще работу уже больше года вот это топит ты сейчас я тебе разобью все если ты будешь пойдем выйдем за дела такие голым стоять среди мужиков твою мать в этом городе будут уважать темнокожий да кто кого провоцирует твою мать я подошел какой-то зашранец твою мать начинает наговорить чтоб меня вывели отсюда конечно да пошел нахер ничего ты не слышал не горит а выгоните отсюда да еще расскажет я ему разорву просто хрень какая-то вот здесь пойду я и вам советую господа господин медик это вы пойдем выйдем поговорить а чё сейчас всех брошу этих человек пойду вашу но вы же меня сюда пригласили чтоб мы вместе пошли смотреть они вместе они просто не скучал нифига себе ну ладно неужели вам как вопросов со мной вообще даже неинтересно молчи трюшечка позвали чтобы людей потом не тебе марча поднимать ну ладно с вами со всеми на двери на царапану тут ура о то и так твою мать будешь знать гарби теперь надо напротив стоять и бухать ой надо еще пожрать что-то все прикольно свет сейчас эффект бабочки сработает от него что играете и вы мне говорили что я еще плохо себя веду в обществе в данный момент не в той ситуации что так говорит кто начинает общение с фразой извините пожалуйста я просто очень много слышит такое слово все говорили а часто вы сталкиваетесь с тем что вас называют словом азы там ну и конечно меня вот знаете есть такой город называется русс меня там постоянно еще и в рот на мне показал я по почкам добавить не надо зачем ты сейчас ноги просто получишь бы все если будешь так что такое чувство такое надо за себя уметь постоять сейчас сейчас да ничего все нормально будет не переживает ничего не дойдет до этого все будет хорошо я просто раньше был этим самым был директором компании ногу армии я вообще купить я не знаю что такое купить кто-то мы вроде разобрались как все то все нормально шерифа точно все нормально но все-таки отвести там а это пойти на тем мы все добрые люди и что там кто-то говорил за слова надо такое слышно кто-то там мы тоже не понял кто-то выразился что моему другу хочет в рот на сайте повторно организовать можно я пригласил в струбере вас двоих можем организовать тоже самый прием ну и что это намек что вы нам в рот на ссать хотите еще и помочь им от работы так ты просто по и получишь если будешь такое предлагать да и все ты мне сейчас угрожаешь я тебе отвечаю просто на твой кривой базар вот вот смотри я тебе сейчас еще раз подобное даже лишь ну если ты будешь настаивать и просто не съебешь ты будешь мне капать на мозги ранее предлагаешь из доски ты откуда приехал вообще ты высер зачем вот он ты такой же человек как ими обижать никого не надо я сделаю вид что так ты начал ты пить хочешь вот вроде департамента под ажу давай поднимайся пойдем организовать не надо никого сдуваемые каникулы так я ничего не сделал ты желе на начинают базарить шериф давать ну и откуда знаешь как минимум три раза ты меня нахамил ну и что ты поэтому я имею полное право тебя сдержать там и надо давай я сам пойду и не будем мы связывать потому что ну я только сам согласен идти я согласен не стоять вы просто тогда тебя не буду связывать лучше можете а подвести ты как подвел брат почему аж просто такой человек чтобы мирно и к тому же они че шерифы они чем но если мы начнем указаться на же от уважаемые подписчицы и подписчики прошу заметить что в этом видео отсутствует реклама а все благодаря вам и вашей поддержки и как бы нагло это не звучало но пределов поддержки меня я не вижу я готов этот ресурс превращать в крутизну всего того что происходит у меня на канале надеюсь понятно выразился поэтому приглашаю вас подписаться на мой пусть и вступить в чат и инициируйте пожалуйста разговор сами иначе ну я не могу так понимаете вам задалбывать там отвечать с удовольствием отвечу а вот сам разговор с инициировать но не всегда если вы супер миллионер какой-нибудь можете купить необоснованно дорогое упоминание видосе потому что кому попало какому неблагодарному рекламодателю я не хочу продавать место размещения в таком видосе прдр допустим или каком-нибудь видосом с американцами ну это не все не обязательно приятного просмотра шериф за такой базар да я бы его да я бы его я бы всех там порежал бы чё сложил да немножечко фантазировал просто а понят а ты чем занимаешься так смотрю ухожу уж кто пару баксов 5 не хочешь пару баксов дать на покушать у меня нету я хочу работу тебе тоже работу никто не дает скоро вместе будем ходить выпрашивать а теперь чуть не дает потому что ты черный да не знаю чем не дают работу я вообще работу хорошо работать могу очень трудолюбивая человек актив работали в конюшне работал я пойду еще раз попрошу может возьмем а я так-то с вами нет мне не нужен там конкурент мне не нужен там а вот как говорится да сначала вместе будем выклеивать а теперь вот так вот конкурента она это я про то что вместе ся ну я еще пока не докатился до такой ямы в которой вы уважаемый находитесь вот ой я я не у яме я в блэк фото ну вы понимаете то есть вы на вы дно вы уже деньги просите просто бродяга попрошайка вонючий это очень крупа между прочим вот в этом то и шутка как бы что скоро вместе будем потому что работу не дают а так вот вы вонючий вы вообще ой зачем это говорить вы вонючий и денег у вас нету у меня есть деньги а у вас нет а сколько у вас есть на выпивку отыграться на больше терпели решил хотя смешно было бы ну вот такой вот жизни и надо закурить сигу дай в рот как будто вы в жопу и засовывает чё-то себе не работник нет что вы случились не сигаретка себе обжег губу и так а ты зачем вам губу тучище не раньше а был тоже об губу это самое вот у меня ногу армии знаешь позывной губа шлёп называют губа большая короче я не знаю пойду я помоюсь ну что ну что черный это сразу ну что мы сделали тебе мы же просто тут ходим блять а ты что черные маленькие еще не повезло прям вдвойне кусок говна тебя так часто не сказал ты мне сказал кусок не сказал туда еще видишь где-то кусок говна может поаккуратнее с выражениями ты сюда зачем пришел я шел по улице и случайно увидел тебя иди дальше посунила может ты пойдешь куда подальше мы же шли просто шли а ты говоришь что мы плачешь как вы относитесь к черным нормально он относится дано плохо относится к черным нормально когда когда тебя обзывают а здесь будет уважать черный он есть никто не будет уважать здесь будут уважать и помогите черные напали помогите 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 толка его толкай помогай мне помогай мне помогите мне они напали на меня эти два чего они меня побили вдвоем вдвоем они на меня напали и меня убить хотели пожалуйста посадите их они опасны для общества доктор здравствуйте учатся это ты написал на двери что что написано на двери нехорошие слова я не вообще не умею писать вы надорвётесь уважаем принесы не надо давай развязывай не пулькаем нет заброса его надо да ты встаешь сейчас смотрю все свое оружие на на стол стол мать чт и но документы показывается вот зачем ты мне передал но я не знаю как тебе уж на все следует за мной все сделает документы зона документы куплю запроси дна штучки джон на видно штефан как фамилия шаг пойдем я конечно извиняюсь господа можно вот этих дела покажу на потом раньше напали на их работника забрали есть его положение а я выпить пойду если стою все еще будешь городе когда я вернусь ты пойдешь и будешь там очень долго спать пошел его развяжет станет мне брату дар господи давайте вы не будете провоцировать людей просто пойдете спокойно проведете время в сумме я слышал выпить хотите хочу выпить да твою мать тебя тоже освободили термоед ужасно какой подписывайтесь ставьте лайки печальную поздно притворяться штефан увидимся еще когда-нибудь конечно увидимся засранец он лосон накинул на законника и скинул с лошади его а а ой на бывает такое не что здесь здравствуйте садите в старифлях можно ваши документы посмотреть покажите мне киос оформлю у меня мне очень не тяжело можно я присяду про сядьте мне неудобно значит больше потолок держать руки вверх задрал как документы то я могу ваш увидеть да нахрике документы прекрасно вы себя как чувствуете при но голова кружится но насколько хреново прям совсем совсем да мне только что там что-то блин врач меня починил вроде посидеть полежать я думаю на светом воздухе надо будет поработать мне кажется как бы туда поработать было бы не помню надо прям вообще подожди ладно вставай хер ты уселся там а взял свои штучки в моем уровне встал я тебе сказал сэр пойдем сюда видите чернявенький тут делать идите за мною работа честное правильное того тоже кстати можно робу выдавать смело не стоит вроде нормально раз на метлу обопрётесь полегче наверное стоит больше не стоит накидывать лосо как бы добыли бы это людьми и работы я пойду выпью пожалуй доктор здорово о переоделся до переодели херню какую-то но зато не так жарко хотя можешь мне на вопион немножко в долг в долг да ты теперь просто стальные нервы ладно говорю я правда не знаю сколько она стоит да ладно посмотрим и теперь ниже дна ты сказал что я на дне а ты теперь получается ниже дна но зато у меня работа есть но ты за нее не получаешь деньги ты работаешь ты будешь до конца слушай не копай на мозги мне а да я выпью спокойно и все ладно удачи тебе до конца жизни работать на правительство не получая ни цента выпить мне два пива мне слушай чернодневник ты случаем тупике не бывал что сына бывал людей грабил вместе с ним раньше ушел чем они начали развиваться нет информация интересует вот как раз по черной кожи по какому найти ну вот все что в тупике там обитает надо каждого из ловить и поговорить сколько платишь но это надо не здесь итальянская семья ты знаешь что такое нет внутри белые особняк тоже не знаешь да как я помню цены не что находится на краю города я там работал на француза вот сейчас там живет итальянская семья лучше если сможешь привести я думаю ты понял куда вот как раз белый особняк и чем не в этот дом надо привести товарищ надо до чернокожего в дом просто подъезжаешь ну вызовешь на какой-то диалог чернокожего любого оттуда лосо его сразу на коня и помчал к особняку и там тебе и деньги и защиту обеспечим момента ну я понял короче надо взять любого темнокожего привести на особняк но не любого вот именно из тупика мы поймем из тупика я понял если меня кто-то увидит как этим на кожу свяжу но за твои проблем тебе лучше всего будет наверное маску напяли на дом это сам представляет а какая сумма примерно рассчитывать будет сделано но только смотри мне какую маску надо где ее можно достать в каком слушай меня там нахер пошлют скорее всего ты сгони я не смогу тебя да что ж такое тут есть такой магазин в этом городе где он находится пойдем наконец-то я нашел нормальную работу я так долго этого ждал за что тебя кстати напрягли талаху кому-то по башне стукнула это оказался шериф давай меня там завязывать сразу куда завязывать мне добрые граждане развязали я короче с лошади просто его и все он там обиделся обычное дело вроде это не не да вот тут маску бери когда девары ведро какой-то ведро угарное вещи на самом деле как будто для меня детской а блять ну честка погнали на первый фильм железный человек погнали в сын-де-нис ну да конократ грёбаный зачем-то лошадь украл это моего друга лошадь кто вам сказал тот человек который владеет этой лошади а кто и владеет убитец он он скажет стать он говорит что он твоя мига о а это вдруг мы вообще катались на лошади просто ну ладно да не этого я знаю хорош тебе ну хочешь сам меня везде садись конечно дорогами можно я на лошади у меня новая жизнь новая работа началась я уже понял что чазаром что у меня заработал не половить ты хочешь мне помочь я бы не отказался помочь мне ну как бы еще мне бы только сделать добрая идея хорошо давай ты мне поможешь давай слышите чё а сон хочет там бандиты перейти аккуратно бандитик на сахар на и имеющую группу не порвали только на не на самом-то деле там могут дать первых человек шишки это пух не слышно да как-то в обход на я смогу разобраться ну давай подержи меня я сейчас игра зажгу я им в очко засуну эту мою ружбайку и стрельну несколько раз чтобы розочка твой лошадь не справится с этим не петельно справится вы уедет садина вы не справишься давай ай-ой помоги мне помоги я сломалась у меня что-то взломалась у меня что-то сломалась помоги мне помоги мне во мне что-то сломалась помоги мне помоги мне я не могу тебя поднять камере драма приключений веструва шум граны делали собираем ее какой щеганул для спасибо тебе твой приятель походящего ой я не могу помоги мне твою мать помоги меня еще теперь тебе не уносит ай что выбрать ничего ноги поломал их никого и там надо лошадь не знаю это лошадь у вас у нее он копыта все кривые давайте из пихо норы бежать здесь хороший врач в сэн-дэни она хороший у меня была такая же ситуация и я знаю что делать пешком идем примерно неделя пути товарищем своим стало вот он его на берегу и стал так может его к врачу надо отнести и он давайте наверняк и билл засранцы какие-то и конечно на станет они могли помочь они браться через реку пойдем где мелко туда если чтобы не помогать но чуть похуделось лет какого черта плохо персонажи кстати мы его зачем ты занимаешься и вообще охотник на крокодил люблю конкретно прокачиваться что-то остановился почему-то остановился сын 2 значит уснуть на ровном месте полу минут спротив я помню в армии дэнчик на также на трассе разогнался на камазе нахуй отошел просто на максимуму разогнался и ссать ушел у меня вы их у меня все я мне очень плохо мне нужен доктор я направлялся в сэн-дэни я не знаю как он называется город ай блять ты где были я тебе искал по всей реке на ты чё привет ты как ты тут учился у меня нога вывих тут мне нужна помощь так пошли и я тебя искал по всей реке и по всей реке дружище по всей уход недалеко еще лучше хорошо все брат брат поехали к аптекарю пока он еще и работает а потом короче эти тупик покажу там день уж здравствуйте а вы меня ждете случилось вы меня помнить нет что занятия не вы мне ногу лечили давным-давно настолько много пациентов что я многих язык и да извините скажите пожалуйста я говорю почему когда я разговариваю всегда кто-то вот влезает в разговор но подождите пожалуйста человек умер выводить нога он больно вывихнул ногу то есть вас но кто кому-то как-то это выглядит ёпта давай лечи меня и такая левая вывих там прям точно сейчас обезболила попробуйте часто все не были только крашты попьете сядете я вам правлю хорошо спасибо вставайте сейчас пробуйте больно будет не больно как раз что попьете можно встать надо есть и скажите как раз что больно вам или не больно я думаю еще не подействовал попейте водички удобно в таком положении сможете мне с ногой там что-то сделать сможете да да больно аккуратненько вставайте со спидклору я вам как чек вы писать или вы оплатите наличие не чуть пожалуйста чек пожалуйста хорошо по чеку можно не платить я и ничего не будет я уже выпустил ну что и спасибо я могу уйти давай пойдемте спасибо пожалуй на нафиг я ее по жизни как сочувствует сейчас сыр я дружище и сюда покури не знаю расслабься обычные сигареты лучше нет что шо мы делать будем что-то да будем делать пойдем делать пошли делать дела какие-нибудь хоть грязные вот чистый средний промывки на так что мы идем с тобой в черный тупик или как он там называется да пошли только это недалеко и этот вот туда надо идти пошли так а что тебе обещали ты заработку только деньги только деньги и на что еще нужно я уже не могу год найти работу все но не знаю но там деньги может репутация какая-то может чтоб тебя защищали кто-то там связи для дела борда блядь это все очков и на так а ну его нафиг лучше деньги до главная работа главная занятость ну конечно я вот я когда стараюсь тела видеть их не буду боюсь ты всех выловище денег не достанешь так ну вот он тупичок золотые наши а кто это лежит я извиняюсь это что за бусурман а это один из парней дырека я его видели покажите мне что там происходит смотри доктор пошли да он перепел давай сюда а мы можем его к доктору пойти а ну кто тащит еще доктору к доктору к доктор духа уже туда нельзя кубине за ты ты вообще очень сейчас отвезем конечно лечиться и тащи до аптеки тут немножко а тут немножко это понятно может откуда сигара такая где уграмм не дал а мне дашь давай ты вези а мы догоним хорошо пойдем с брат я тебе сигару дам сейчас посмотрим какую можно выбрать давай покурим брать а вы из этого борода не так пьячуги . вы а чего-то интересным было просто устроиться туда или чем-то может примут если примут будет интересно пойду в уборную идеальное похищение темно кожи прибыл к итальянскому поместью в сэн-денис спрашивает где хозяева что ему ответят сейчас мы получим свои деньги мать твою неси его сюда этого закрыта закрыта где хозяева на тут есть люди точно люди итальянцы итальянцы дай сарай дабы а чё забыли тут а тут хороший доктор какой она хорошая я в аптеку пришел бы еще еще там аптека же самого говорит нигде не вдой никого подожди так это второй тоже здесь творить аптека аптека не зал уже ничего прятать развяжите я говорю я раскручу это за смех давай сейчас рассказывай или я тебе я тебе отрежу что вы понимали вот этот охранник это один из маршалов вот это посовет маршалов если что какой машина-то итальянец где собрать итальянец я не знаю развяжи блять ведро это моя работа это моя работа нет нет я кушать хочу вроде нормально был сигарет туда итальянские собрали бутки попили вместе слева слева я кушать хочу воду в белое собреба мужики но не надо я вам помог развяжите я вам помог развить сейчас сейчас на разом только надо аптекаря я кушать хочу сколько денег подложить и предложили 300 слушай за 300 я бы сама развязываю но черный-черный типа брату я сейчас упаду от мы с тобой сигаретки вместе курили это было незабываемая встреча брат я любил себя я сразу мне сразу сумочка твоя понравилось я хотел ее украсить если честно у тебя походу подельнику такое меня развяжи да погоди ты я не могу разобраться тут развяжи меня смотри и мы двоих этих в аптеку потащим потом свяжем сейчас смотри короче как делаем этих двоих в аптеку да я это у тебя лошадь есть нет я на его лошади поеду и него на эту на его же лошади все малой слышь покажи им где аптеку все уснули и нихера навара нету вот тут она а так вот где аптека мы глупые давай уволен короче я отдыхать пойду устал я за сегодня день неудачника удачно отдохнуть за и вечно все пизде идет каждый день все ска не так там его друг бежит там его друг бежит ходу сидит вот давай руки поднимать давай сюда в чем дело сейчас деньги пилить будем а давай запрыгивать сюда сюда спускать не дергайся чай подожди я этого его дружка тащу сюда а чё было они тебя похитили либо едил сука вы итальян чего ну что делать мужики я уже год работу найти не могу не в своих же братков как это знать штефан есть и по той дорожке ты пошел код итальянцев хотел стать ублюдать почему там аптека какая на аптекам дурот там аптека а вот покажи обещали чтоб меня привезли 0 что за бесплатно хотел бы ротка черного хочу сдать то сказали просто надо да все отпускает и мужики короче забираем из этого дружка и тащи его в аптеку очистить уснула временной ночь спать хоть что за работой то можно обратиться убираю потом обратишься я приду за работой работник все давай 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 все будет ништячок вот мы с тобой два олуха своих пацанов на 300 баксов были променять за мальчего предложение конечно особенно когда работа нужна и сработались мы с тобой идеально молодец обстоятельства так сложились опять не в нашу пользу не знаю что труп закопать можно я видел кладбище вон там я видел кладбище не хочешь похоронить его ну чтож можем попробовать закопать я там видел даже его закапывает все с ним нормально а это это была шутка это была шутка на садись на коня и ищи больницу отвезешь моего товарища куда же мне потом дети вашего стакана оставь его там привяжешь хорошо а я отдыхать пойду ваш товарищ не заплатит конечно у него много денег о хорошо сэра как же мне вас потом найти как вас зовут штефан конец серии прекрасная история о прекрасном человеке